Предлагаю начать наше торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дню Медицинского Работника. Сегодня наш коллектив, как всегда, как бы гости. Это Лена Ван Добренкова, мы ее знаем как главу сельского поселения, она каждый праздник вместе с нами. И, конечно, Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ливина. Друзья, я по-другому сказать не могу, я вас от всей души поздравляю с этим замечательным праздником, потому что тот праздник, который в этом году, он особенный. Особенный потому, что для вас это был экзамен, который вы с честью выдержали. При том, что я прекрасно знаю, сколько было жалоб везде и всюду, вы выдержали его практически без жалоб на население. И вы с честью доказали то, что вы лучшее учреждение здравоохранения, наверное, не только в Московской области, а во всей России. И поэтому мне хотелось бы сначала, чтобы вы все понимали, что для нашего населения вы все, фельдшера, медицинские сестры, вы все являетесь медицинскими работниками, вы все ассоциируетесь с врачами. Поэтому наши работники культуры для вас подготовили небольшой музыкальный сюрприз. Мы не смогли его запустить на этот, но я вам обещаю, что мы выложим его в подсчете. И о нашем поселке. Вы на риск пошли без сожаления, на защиту встав плечо к плечу. Нас спасли и наше поколение, письмоет совхозному врачу. Вам любая жизнь важна и свята, ваша цель достойна и честна. Стала жизнью клятвы Гиппократа, вашей жизнью стала вся страна. Вы на сегодняшний день все заслуженные, но есть люди, которые проработали больше, и поэтому знак за заслуги для сельского поселения мне хотелось бы вручить. Тюриной Марине Николаевне. Спасибо. А я могу. Спасибо. Корниенка Наталья Николаевна. Майорова и Ларисе Васильевне. Спасибо. Спасибо. Масленка Татьяна Николаевна. Спасибо. Спасибо. Мы выздавали. А. 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 Веритнова Евгения Павловна, Ирина Владимировна, Ирина Владимировна. Спасибо. Я действительно хочу вам всем от всех нас сказать огромное спасибо. Вы шли на работу, вы делали благо для жителей, вы делали эти противочумные костюмы и делали все для того, чтобы здесь была спокойная ситуация. Конечно, для любого медицинского учреждения эта ситуация критическая или очень серьезная, она такой лакусомая бумажка. Видно сразу, что способны врачи, но что не способны. Мы еще раз убедились в том, несмотря на то, что вам вручал губернатор награды, вас отмечали во всех этих премий получали, мы еще раз убедились в том, что наши поликлиники, наши медицинские работники, лучшие работники, в России точно, а в мире пока не знаю сравнивать особенно вещи. Но, прежде всего, понимая о том, что в этот тяжелый период вы немного похудели, мы вам дарим то, или не самые цветы, они там лежат. А можно один из пакетов одну штуку достать? Вот это вам. Ну я же хотела, чтобы вручили. И, во сколько дождливая погода, каждый из вас получает вот такой подарок от совхоза. Если кто-то будет что-то спрашивать, скажите, я под крышей за именем Ленин. За ваше здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова